Утреннее шоу «Включайся» продолжается. 22 июня исполнилось 80 лет со дня начала белорусской наступательной операции «Багратион». К юбилейной дате белорусские кинематографисты подготовили для зрителей кое-что особенное. 27 июня состоится премьера анимационного документального фильма «Мемориальные комплексы Беларуси». О его создании этим утром поговорим с нашим гостем. У нас в студии художник студии анимационных фильмов киностудии «Беларусьфильм» Инга Седова. Инга, доброе утро. Доброе утро. Инга, мы знаем, что это кино-альмонах из пяти фильмов. Расскажите более подробно, чему посвящен каждый из них. «Мемориальные комплексы Беларуси» – это интересная тема, в принципе, которую мы давно, наверное, хотели как-то осуществить, потому что в Беларуси не очень много фильмов детских анимационных на военную тему. Первый фильм – это «Бумническое поле». Он, по-моему, посвящен обороне Могилева. Второй мемориал – это «Багратион» мемориальный комплекс. Это Гомельская область. И там, в принципе, оттуда началось освобождение Беларуси. То есть вот именно с этого места. Ну, так считается. Следующий мемориальный комплекс – «Прорыв». Это поселок Ушачий. Это Полеско-Липецкая область. «Партизанская зона» он назывался. И, в принципе, их называли как «Партизанская республика». Там было очень много партизан. Следующий комплекс – «Ула». Это деревня, в которой фашисты расстрелялись, сожгли всех местных жителей. Тоже очень трагичная история. Следующий мемориальный комплекс – это детям, посвящен детям, жертвам войны. Он находится в деревне «Красный берег». И это, наверное, единственный такой мемориал, создан детский мемориал, жертвами войны, который расположен на территории СНГ. То есть, ну, в принципе, вот так вкратце обо всех этих мемориалах. То есть они очень, да. Правильно ли я понимаю, что каждый фильм посвящен одному определенному мемориалу? Да, конечно. А сколько по длительности занимает каждый фильм? По длительности приблизительно по 10 минут каждый фильм. Ну, я думаю, что именно 10 минут – это такое хорошее время, где можно развернуть очень хорошо эту тему, показать вот самое ее вот зерно. Плюс концентрация детского внимания. Да-да-да, конечно. Для детей это очень актуально, потому что дети в нынешнее время, они, ну, они… Родители, наверное, пытаются оградить их от этого. Они очень мало знают. Вот некоторые даже не знают, что это такое, и они считают, что это взрослые придумывают все. Ну, и подростки, кстати, тоже к этому относятся как-то не очень серьезно. Они не хотят знать об этом, понимаете? То есть мы всегда хотим знать о чем-то хорошем, приятном. О страшном, плохом никому не хочется знать. Ну, никто не хочет войны. Это же все понятно. Все-таки тенденция позитивного мужчины. Да, конечно. Это себе знать. Но хронометраж в 10 минут для меня кажется просто идеальный. В том плане, что рассказывать об ужасах той войны – да, да. Это достаточное время, чтобы погрузиться и вникнуть в суть. А где будут демонстрировать вот серию этих фильмов, и можно ли прийти туда с родителями? Конечно, да. Это будет демонстрироваться в кинотеатрах по всей Беларуси, и это семейный просмотр. Дети старше 6 лет и с родителями – подростки. Я думаю, для них это важно тоже очень. Поэтому, ну, и для родителей тоже интересно. Потому что, в принципе, до детей как-то вот достучаться, мне кажется, что именно анимации можно. Потому что у нас очень мало художественных фильмов про войну тоже. А именно вот анимация – это может как-то заинтересовать. Тем более, что они не длинные. То есть короткие – это вот самый такой идеальный вариант. А в кинотеатрах будут показывать пять подряд, получается? Да, это единый такой вот фильм, и он неразделим. То есть там именно вот мемориалы Беларуси. Может быть, предусмотрен какой-то вариант обсуждения после просмотра фильма вместе с родителями? Мне кажется, это был бы очень полезный формат 27 июня. Предусмотреть такой обратный фидбэк. И планируется ли вторая серия фильмов? Потому что мемориальных комплексов у нас много. Мне кажется, что каждый школьник должен знать о них. Конечно. Я думаю, где-то, наверное, в начале осени планируется второй проект. И я думаю, что он будет даже более успешным. Потому что первый блин всегда комом. Но в данной ситуации, как бы, может, он не комом. Но это был пробный вариант. И я думаю, что он получился. Тем более, что все фильмы сделаны в разной технике. Это тоже очень важно. И все режиссеры разные. Все по-разному видят это все. Поэтому я думаю, что это будет интересно. А расскажите более подробно, сколько времени было затрачено на создание вот этих пяти фильмов? Вот вы сами сказали, что работали над ними разные команды, в разной технике выполнены. Сколько в целом человек трудились над итоговым результатом? И сколько на этого потребовалось времени? Самый главный персонаж — это сценарист и режиссер. Режиссеры дальше ищут... Они общаются с консультантами из Академии наук. То есть они смотрят архивные данные какие-то. Они смотрят информацию в интернете. Потому что это очень важно, чтобы... Мы очень многого не знаем о войне. Происходят натурные съемки. То есть это все очень серьезно. То есть поднимаются какие-то архивные данные и текстовые какие-то сообщения интересные. И трудится большой коллектив над фильмом. То есть это творческий процесс такой, очень интересный. И, в принципе, фильм делается... Ну, 10 минут он где-то делается 4 месяца. 3-4 месяца. То есть это достаточно долгий срок. Но так как там есть и рисованная анимация, и перекладка, ну, это, так скажем, достаточно сложно, но очень интересный процесс. Поэтому... О сложных технических процессах создания анимационных фильмов на киностудии «Беларусьфильм» сегодня мы говорили с нашим экспертом, с художником студии анимационных фильмов киностудии «Беларусьфильм» Ингой Седовой. Инга, спасибо за то, что вы делаете. Желаем вам новых творческих вершин, успехов, вдохновения и хорошего дня. Спасибо. Всего хорошего вам тоже.